Добро пожаловать на новый видеоролик по игрушке Черепашки Ниндзи Легенды и сегодня у нас платиновое испытание Негодники. В этом испытании 3 эпизода, ограничено количество героев. Для первого сражения давайте-ка я возьму команду Мута Анималов. Итак, Кожеголов, Мандагека, кроме того нам нужен Слэш, Доктор Роквелл и Голуб Пит. Да, друзья, в этом испытании мы будем добывать особый ингредиент для прокачки героев на максимальную седьмую ступень. И сразу же, друзья, в первой волне встречаются очень крутые враги. Вот Змей Кьюн 90 уровня и Нейтрализатор тоже 90 уровня. Что ж, в начале боя давайте-ка я убыструю наш отряд. Для этого Мандагека играет на воображаемой гитаре. У нас появляется очень хороший баф, увеличение скорости. В свою очередь Голуб Пит танцует. У нас появляется дополнительный бонус. Это уклонение. Теперь мы будем уклоняться от вражеских ударов. Что ж, начнем бой. И, как видите, у Паукуса сейчас висит зеленый треугольник. То есть урон будет повышен. Поэтому я надеюсь, Слэш нанесет мощный удар. Напрыгивая из первого удара. Вот раздавил врага. Здорово. Доктор Роквелл тем временем при помощи телекинеза пытается нанести урон Змитюну. Слабовато. Возможно, сумеет справиться Кожеголов. И да, он атакует нейтрализатора. Так как, видите, возле него тоже зеленый треугольник. Ну что ж, урон нанесет здорово. Но, видите, враг активизировался. Контраатаковал. Досталось Мандагека. В свою очередь Мандагека пытается выбить нейтрализатора ударом языка. Да, супер. Отлично. Одного из врагов запинали. А вот последнего Змитюна пытается заклевать голубь. Не получилось. Что ж, ничего страшного. Вот мощнейшая атака Слэша. И Змитюн повержен. Отлично. Ну что ж, неплохо мы прошли через первую волну. Переходим ко второй. И здесь у нас Крысиный Король, Стиранка, Хан и Зек. Ну и что, друзья, я скажу. Давайте-ка мы прокачаем дополнительную защиту. Вот особая способность доктора Роквелла. Благодаря телекинезу он прокачал этот щит. Ну а Кожеголов в свою очередь вызывает врагов на бой. Вот привлекает внимание к себе. Кроме того, вот возможно Мандагека сумеет подорвать этот отряд. Бросок гранаты отлично нанесен колоссальный урон. Кроме того, вот благодаря голубю Питу мы сейчас перекусим хлебушка. Наберемся сил. И надеюсь оставшихся врагов шутя сметет уже слэш. Итак, вращаясь как волчок ударами своей дубины. Он просто плющит и уничтожает все вокруг. Супер, третья волна. Что мы можем сделать? Мы можем подключить доктора Роквелла. Который при помощи телекинеза метает мечи, кинжалы, кунай. И в Кутите нанесен колоссальный урон. Осталось только подключить Кожеголова. Который, вращаясь как каток, додавливает оставшихся врагов. И мы выиграли в этом эпизоде. Причем очень здорово. Ну что ж, крутая, классная команда Мутанималов. И конечно же наша награда эстета снаряжения негодники. Вот кроме того, друзья, благодаря тому, что мы добыли 3 звездочки. Мы можем попытаться добыть этот ингредиент из мешка добычи. И так пока неудачно. Доллары плюс серебряные осколки. Ну что ж, дальше я экономлю заряды. Переходим ко второму эпизоду. И для второго эпизода давайте-ка я возьму еще какую-то интересную команду. Да, вот друзья, я вижу есть здесь Эйприл. Вот есть Кейси Джонс. Давайте-ка вот как-то мы сейчас их вот подключим. Кто еще? Вот возьму-ка я пульверизатора. Вот возьму забавный герой. Возьму Морозную Кошку. И давайте-ка возьмем отца Эйприл Анил. Мне кажется, вот получился неплохой отряд. Хотя, возможно, Морозную Кошку я возьму для финального боя. А на помощь им лучше-ка мы возьмем, вот думает, либо Синегами, либо Железную Голову. Либо Макмена. Нет, давайте-ка, друзья, возьму Железную Голову. Вот так. Что ж, вперед. Довольно-таки серьезные враги высокого уровня. Но, надеюсь, наш отряд справится. Итак, встречается Тиранка, Хан и Крысиный Король. Вот сразу же Хан наносит удар по язвимым точкам. Но здоровье Кирби Мыши в порядке. Вот. А сейчас давайте-ка я подорву врагу массовой атакой. Итак, Кейси Джон сметает баллончик с краской, пытается подорвать врагов. Те, как видите, выживают. Что ж, ненадолго. Вот Эйприл, они пытаются уничтожить Хана. Телекинез выбивает противника. Ну, здорово. Я боялся, чтобы Хан не нанес нам урон. Сняв защиту. И да, вот Плюиздатор наносит смертельный урон, уничтожая Крысиного Короля. И вот интересно, сумеет ли Кирби Мышь справиться с Истиранкой. Не сумел. Не сумел. Вот по мультику. Это отец Эйприл Анил, на которого упал Мутаген. И он превратился. Вот такой вот летающий мутант Кирби Мышь. Супер. Итак, вот наш Железная Голова добил последнего врага. Мы переходим к следующей волне. И сейчас я подключаю уже Кирби Мышь. Массовый урон ультразвуком. Снимает часть здоровья. Честно говоря, слабовато. Но, тем не менее, что сумели, то сделаем. Итак, нужно уничтожать противника посильнее. Хотя возле Крипа висит зеленый треугольник. Урон повышен. Поэтому давайте-ка попробуем его уничтожить. Бросок шайбы со взрывчаткой. Снимает большую часть жизни. Но, как видите, Крип выживает. Ненадолго. Эйприл метает веер и уничтожает уже последнего. Вот первого из врагов. Супер. Вот. Тем временем пульверизатор дразнит врагов вот такими вот забавными движениями. Вот супер. А Железная Голова наносит урон выстрелом ракеты. Супер. Итак, нам удалось еще добить и Лисичку Алапекс. Но и Вражеская Змея Корай не сдается. Она тоже в свою очередь наносит урон массовой атакой. Кроме того, друзья, благодаря Керби Мыши я могу подлечить немножко наш отряд. Вот. Восстанавливаем силы и здоровье вовремя. И нужно побеждать и добивать врагов. Да. Для этого давайте-ка я увеличу скорость нашего отряда. Опять же, благодаря вот таким забавным танцам пульверизатора. А вот Кожеголов запинал без проблем Змею Корай. А Эйприл пытается справиться и с Песлицем. Супер. Ну вот. Враги повержены. Мы переходим к третьей волне. И здесь уже будет все очень непросто. Что я могу здесь делать? Урон по Джастину и Зме Тюну повышен. Ну давайте-ка попробуем поджарить Джастина. Для этого Кейси Джонс использует электроперчатку. Веренее, это шокер-перчатка. Вот так здорово поджарил. Снял большую часть здоровья. И Керби Мышь добивает Джастина. Отлично. Давайте-ка дальше я атакую Зме Тюна. Вот там был зеленый треугольник. Я надеюсь, что все-таки урон будет повышен. Так, не реагирует Зме Тюн. Поэтому вот железная голова кричит из рупорта. Вот динамика налаживает на врагов негативный эффект уменьшения скорости. Тем не менее, вот это вражеский Армагон пытался загрызть нашего железную голову. Ему удалось снять часть жизни. Тем не менее, мы продолжаем бой. И Кейси Джонс еще вот снимает часть жизни из Зме Тюна. Вот Эпил усиливает, подлечивает наш отряд. И смотрите, что делают враги. Они активизировались. Забрасывает наших героев. Вот тем не менее, я надеюсь, Зме Тюна все-таки сейчас общими усилиями запинаем. Да, да. Вот пульверизатор уничтожает этого врага. Я смотрю, кого бы атаковать в первую очередь. Ну, давайте-ка я попробую уничтожить нейтрализатора. Вот возле Армагона висит дополнительная защита. Поэтому, мне кажется, урон будет слабо проходить. Ну вот, с третьего удара сумеет ли Эприл уничтожить нейтрализатор? Нет, не сумела. Не сумела. Еще один тычок. И да, в четыре удара мы сумели уничтожить пульверизатора. Вот. Вот и сейчас висит бонус. Вот. Атаки на Армагона у Кирби Мыш. Вот нанесен неплохой урон, но, честно говоря, слабовато. Возможно, поможет Кейси Джонс. У него откатилась способность. Вот броска гранаты. Что он делает? Подрывает, снимает большую часть здоровья Армагона. Но тот, опять же, выживает. Что ж, надеюсь, ненадолго есть. Итак, Железная Голова поджарил огнемета, выбил Армагона и остался только мутагеноид. Эйприл Митая Вейер снимает еще тоже большую часть здоровья. И Кейси Джонс наносит смертельный шокирующий удар и он приносит нам победу. Да, супер. Хороший бой, хорошая победа. И наша награда это снаряжение негодники. Просто супер. Ну вот, замечательно, друзья. Итак, есть возможность еще попробовать что-то добыть из мешка добычи. Либо вот использовать возможность из первого эпизода. Давайте еще из первого эпизода. Итак, фонарь и монеты. Неудача, неудача. Что ж, перехожу к третьему финальному эпизоду. Вот и для него давайте-ка я соберу самых сильных героев, которые остались. Итак, конечно же, это Усаги и Дзимба. Очень мощные, сильные враги, друзья. Не знаю, как нам удастся вот отбиться, но я надеюсь, что справимся. Итак, Усаги и Дзимба. Макмен. Вот, давайте-ка еще возьмем Эйприл Кунаичи. Вот, лекарем возьмем морозную кошку. Пусть подлечивает. И еще, вот, смотрю, либо Сплинтера, либо можем взять еще, вот, вижу, есть у нас Синегами, либо Кейси Джонс. Трудно сказать, кто нам поможет. Лучше, ну, пусть будет Сплинтер. Итак, вот такая вот интересная команда против сборной негодяев. Ну, как-то так. Что ж, выстрелом из пальца Зек пытался, вот, подбить нашу Эйприл Кунаич. Ох, я в шоке. Смотрите, что сделал Хан. Он снял одним ударом половину здоровья нашей морозной кошки. Что ж, нам нужна защита. Для этого Усаги и Дзимба активируют особую способность. Вот, сбивая стрелы на лету, он прокачивает дополнительную защиту для всего нашего отряда. Кроме того, появляется, вот, возможность контратаки. Что ж, месть моя будет жестока, и Эйприл Кунаичи сразу же взлетает в воздух и цепными молниями поджаривает врагов. Да, вот, сместит Хану за морозную кошку, уничтожает противника, а морозная кошка тем временем жонглирует вишенками, прокачивая скорость для всего нашего отряда. Здорово. Кроме того, сплинтер усиливает наш отряд, медитируя на шестье. Просто здорово. Кроме того, Макмен, используя особую технику, вот, бросает врагов в мусор. Металлолом, опять же, снимает часть здоровья. Но, опять же, враг выживает. Тем не менее, контратакуя Эйприл Кунаичи запинала мутагиноида. А Усаги и Димба ударом на своей любимой катаны уничтожает зэка. Да, да. Ну что ж, супер. Первая волна уничтожена. Переходим ко второй. Итак, кто здесь у нас? Итак, Паукус, Скрип, Джастин и Змея Карань. Кстати, здорово выглядит эта команда мутантов. Прикольные враги. Кроме того, давайте-ка я сейчас перекушу с морозной кошкой сырным мороженым, чтобы у нас подлечить, усилить наш отряд. А вот теперь давайте-ка атаковать. Кстати, по Змее Карань увеличен урон, поэтому, надеюсь, что Телекинес Эйприл Кунаичи нам поможет. Да, ну вот, большую часть здоровья удалось снять, а дальше просто вот Сплинтер бьет по язвимым точкам и добивает Змею. Отлично. Вот, подключаем Макмена ударами своих лап. Он снимает большую часть жизни Паукуса. Тот выживает, опять же, я думаю, ненадолго, так как я посылаю его в атаку Усаки и Зимба. Вот, вращаясь и наноша сильнейшие удары катаной, какие-то круговые движения, ему удалось выбить очередного врага. Да и на Крипа и Джастина навешать негативный дебаф. Это негативный эффект, посепенно мишенья здоровья. Ну, а сейчас давайте-ка попробуем запинать Крипа. Вот для этого Морозная Кошка метает снежок. И что же? И враг оглушен, но он выживает. Давайте-ка я еще приключусь на Джастина. Отлично. Итак, Эйприл Кунаичи метнула свой веер. Враг выжил, но опять же ненадолго. Ударом Тайны Катаны сплинтер уничтожил Джастина. А Макмен пытается справиться с вражеским Крипом. Кстати, здорово получилось, что они стоят друг напротив друга. Ну, а вот сейчас постепенный урон все-таки догрежит Крипа. И мы перешли к финальной битве. Стиранка, Армагон, Лисичка Лапекс, Пицелицы и Крысиный Король. Очень неприятная ситуация. И вот самое главное, друзья, то, что у Пицелицева Армагона истиранка по 2 массовые атаки. Тем не менее, урон по Лапекс увеличен. Поэтому давайте-ка я попробую запинать. Итак, двойная атака Усаги Диба не принесла нам победы. Но все-таки Морозная Кошка царапает и зацарапывает Лисичку Лапекс. Ну вот, видели, в 4 удара. 2 удара нанес Усаги, 2 удара Морозной Кошку удалось победить. А сейчас, сейчас я смотрю, кто из них самый опасный. Вот, ну, давай, наверное, все-таки я давайте-ка попробую вот пнуть стиранка. Посмотреть, что слабо. Слабо. Еще одна атака от Прикунаичи. Ну, половину здоровья мы сняли. На это все, что мне удалось сделать. Да, да, да. Двойная атака Сплинтера все-таки помогает. Приносит нам победу. Нам удалось выбить стиранка. Дальше давайте-ка я, наверное, возьмусь за Армагона. Вот Морозная Кошка пытается его зацарапать. Слабенько. Но, возможно, справится Макмен. Удар лапой. Вот канализационным люком по земле. Вот Пармагоны. И мы выбиваем этого противника. Супер. Тем временем Крысиный Король пытался уничтожить Усаги. У него ничего не получилось. В свою очередь Усаги атакует Крысиного Короля. Вот, своим любимым ударом. Ударом катаны. Отлично. Вот Крысиный Король выживает. Эпель пытается его уничтожить. И что же? Опять же, враг жив. Отбивается сырными нунчаками Пиццилицей. Но у него нет шанса. Так как Сплинтер медитирует на шести. Опять же, усиливает наш отряд. И, надеюсь, все-таки Морозная Кошка зацарапает Крысиного Короля. Да. Вот остался только Пиццилицей. И у него нет шанса. Вот Макмен давит, наносит удар ногой. Еще снимает часть жизни. А Усаги и Зимба тем временем прокачивают дополнительную защиту. Плюс контратаку. Итак, вы видите, прошел круг. Не удалось нам полностью защититься. Вот, тем не менее, благодаря этому положительному эффекту, я думаю, у нас все получится. Да, есть. Удалось допинать Пиццилицей. Нам удалось совершить идеальную победу. Просто супер. Вот. И наша награда это снаряжение негодники. Плюс, друзья, есть возможность еще попытаться что-то добыть из мешка добычи. И у нас перышко. И еще эксперт снаряжения. Особый знак. Ну что ж, как-то так. Да, друзья, на этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях. Понравилось, не понравилось видео. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья. До новых встреч.